Доброе утро всем, доброе утро всем, девочки, мальчики, доброе утро. Это Беларусь Гомель. Сегодня у нас вторник. Время сейчас 10 часов 30 минут. Пойду в поликлинику на Дрансерваль. Девочки, это не контент. Вы сейчас скажете, что я для контента опять это говорю или что-то делаю. Мне уже страшно вам признаваться. Вот серьёзно. Но хочу просто рассказать. Вот меня распирает. Меня распирает. Как вы знаете, вчера я выпила пол таблеточки карбамазотина. Ну, может, я неправильно выговариваю карбамазотин. Тот же самый фенлепсин. Пол таблеточки всего лишь. Таблетка 200 миллиграмм. Я выпила пол таблетки. Пошла, сделала Дрансерваль. Вечер было нормально всё. Ложилась спать. Ну, вот, ну, ничего на мне не было. Ничего, девочки, на мне не было. Спала я ночь плохо. Я просуналась каждые два часа. Каждые два часа. Мне казалось, что ночь – это такая длинная, вообще ужас. Но тут же меня долевал сон, и я спала опять дальше. Утром просыпаюсь, смотрю на свою руку. И слово «охренело» – не то слово. Не то слово. Выпила таблетку, пол таблетки выпила в три часа дня. В три часа дня, да? До сна сколько у меня было? Шесть? Шесть, семь, восемь. Девять часов. Три. В три выпила, так? Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. За девять часов у меня сыпь не выступила. За девять часов. А вот за ночь она выступила. Но это не прищечки, а это опять красные пятна. И они не так ярко выражены, не так ярко, не огненно-красные. А такое ощущение, будто уже на второй-третий день. Такое ощущение, будто оно проходит уже. Хорошо, что я вчера вам показала, купила пластину супрастина. Ну что, я сразу на голодный желудок выпила таблеточку супрастина. На голодный желудок. Запила хорошо водой. Хотя написано, что супрастин надо пить во время еды. Ну я ладно, думаю, дай, дам сильную реакцию, сразу резкую на организм. Что хочу сказать. Мне не чешется ничего. Так как я в тот раз раздирала руки, ноги нет. Видать, от маленькой дозы маленькая реакция. У меня, я вот вообще не пойму, есть аллергия. Вот по рукам не скажешь, сейчас я вам покажу. По рукам не скажешь, но по ногам видно, что это аллергия. Почему именно у меня высыпает на ноги? Что значит нижняя конечность? Она ослаблена? Или там другие капилляры по-другому работают? Или там, ну я не знаю почему. Я не запаниковала, потому что паники у меня нет, потому что я всего лишь выпила пол таблеточки. Таблетка 200 миллиграмм, да, я выпила всего лишь 100, и это было вчера. Я не запаниковала. Ни грамма. Однако не могу дозвониться до поликлиники, спросить, какой дежурный терапевт сегодня работает. Ну для меня это не надо. Я бы все равно не пошлась этот раз к доктору. Ну потому что, во-первых, мне стыдно. Скажут, какая это дурочка. Девочки, ну я же ведь не дурочка. Я вчера думаю, раз я принимаю дрансерваль, то в комплексе с какими, с таблеточками должно как бы уйти. Ведь одно лекарство, оно не так действует. Одна процедура, она не так будет действовать. А вместе с таблеткой оно как бы в комплексе, и оно убирает немножко воспаление. Я не думала себе увеличивать дозу. Я даже думала сегодня выпить тоже одну половиночку. Я думаю, не буду я пить утром и на ночь. Думаю, а я каждый день пока буду пить по половиночке. Буду смотреть. Короче говоря, паники у меня нет. Я спокойна. По рукам, не знавши, что это аллергия. Вот если бы ко мне пришел какой-нибудь человек и вот так бы руку выставил, по рукам не скажешь, что это аллергия. Но по ногам немножко скажешь. Не знаю, передаст ли вам камера один из участков моей ноги, но я вам покажу. Девочки, выпила утром супрастина. Я не знаю, может мне идти купить фенкаролов все-таки. Все-таки я вылечила, а может и недолечила я аллергию фенкаролам. Все-таки, наверное, фенкарол лучше, раз доктор назначала фенкарол. Наверное, все-таки пойду куплю. Дорогущий же он, блин, этот фенкарол. Короче, буду лечиться сама. Думаю, хуже мне не станет, потому что больше дозы я принимать не буду и вообще я про это лекарство уже забуду и врачам буду говорить. И когда пойду к аллергологу на пробы, я явно скажу, что мне от карбомазотина и все это медсестре или доктор, который мне будет делать пробы, все это расскажу. Сейчас посыпется комментарий, ей нечего делать, она от безделья пьет таблетки. Девочки, ну кто же от безделья будет пить таблетки? Я же хочу, чтобы мне вообще прошло вот это ощущение ломоты скулы. Ломоты и покалывание иголочек вот здесь вот. И вот не знаю, сегодня мне пропить полностью супрастин, а завтра перейти на фенкарол или уже продолжать еще купить пластину супрастина и продолжать себя вывести с этого состояния супрастином. Только не надо мне сейчас писать, обвинять меня, что это ради контента, что это, это самое... Причем тут контент, девочки? Ой, и по верхней губе видно, мне было утром, что у меня немножко припухлость. Вот, видите, оно немножко видно. Вот, передает вам камера или нет? Немножко сыпет. Ну, камера не передает. Вот, не знавши, вот не знавши, не скажешь, что это аллергия, девочки, не знавши. Видно чуть-чуть. Чуть-чуть видно. Вот такая слабенькая, она и по телу идет. Но по ногам немножко больше. Ну, сейчас постараюсь показать. Ну, вот такая по ногам. Вот колено, вот ляжка. Вот такая вот по ногам. Она слабенькая, девочки. Сыпь, вот такая вот. Вот, но она не сыпь, это не прыщики, это внутри такие плямы. И почему-то на ноги дается больше. Ну, что, девчонки, как вы думаете, прорвусь сама, без врача? Или не прорвусь? Ну, это не такая сильная, чтобы идти просить опять преднизолон. Тот на Т, как же забыла, тираме. А у меня что-то тот название укола напоминает тирамесу слово. Вот, и поэтому я думаю, что я справлюсь. Я так думаю. Горло у меня не красное глотать, мне не больно. Просто по телу идет сыпь. Просто я сейчас в замешательстве, мне продолжать сегодня пить супрастин, или мне перейти на мой финкарол, которым я спасалась. Финкарол одна таблетка 50 миллиграмм, одна таблетка. И в сутки надо выпить три таблетки за день. А супрастин 25 миллиграмм. Я от супрастина спать не хочу, я выпила на голодный желудок, и я бодрячком. Ну, короче, девочки, она слабенькая, она вот такая вот-вот. Вот, не знаю, вам, может, камера передает, не передает. Руки оно не очень, но по ногам видно. Но все равно по ногам не скажешь. Вот, сейчас такая аллергия, что если бы вот человек просто, чужой, посторонний, на тебя бы посмотрел, он бы не сказал, что это аллергия. Как бы пятна такие вот размывчатые, вот, неярко выраженные. И нету такой точечки, как было тот раз. Ой, сейчас я получу от вас. В первую очередь я получу от вас. Сегодня Бруснева на первой смене не пойду, чтобы она мне за дурочку приняла. А ведь, девочки, я же стараюсь ради себя. Я стараюсь полностью убрать вот эту ломоту. Пойду приму дранцерваль свой. Я думаю, вреда не сделаю. А сосудики, как сказала вчера медсестричка в кабинете, она говорит, дранцерваль очень хорошо, но как бы сосуды расширяет, как-то что-то она сказала. Пойду. Мы же пенсионеры, мы же должны посещать врачей, правильно? Ой, девочки, смех разбирает дурацкий. Ладненько. Выложу вам этот ролик, но не знаю, какая будет у вас писанина на этот ролик, не знаю. Девочки, ну это не контент. Паники у меня нет, но как-то я немножко в недоумении. Как может быть от полтаблеточки? Ведь Бруснева мне назначала полтаблетки три раза в день, а невролог, когда я пришла, она говорит, это мало, надо по таблетке три раза в день. А я вообще выпила один раз в день полтаблеточки. Вот представьте, полтаблеточки, это ни о чем. И у меня пошла сыпь. И главное, утром. Почему не на ночь меня обсыпала? Прошло девять часов. Так что так, девочки. Если бы даже была бы у меня эпилепсия, карбомазотин этот не принимает организм. Вот так. Ладненько, все. Пошла я куда-нибудь. Сегодня привоз секонд из этих пятен. Я секонд не посетила, не сделала себе такое поднятие настроения. Пойду я сейчас сделаю себе дрансерваль, а потом пойду погуляю секонд. И все будет хорошо. Позавтракала я овсяной кашкой, попила я чайку, слабенького заварила. Чайку с кусочком сыра. И яйцо съела. Вот. Пойду. Девочки, это не контент. Это просто мое вам высказывание. Мне некому сказать. Все, давайте. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok